Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш Дом молитвы, друзья, которые находятся с нами в прямом эфире, прежде всего, позвольте присоединиться к той большой радости, которую сегодня переживают, испытывают и поздравляют друг с друга многие-многие верующие христиане Церкви в других странах. Это праздник воскресения нашего Господа, праздник Пасхи. Поэтому, позвольте, прежде всего, пользуясь возможностью, что в прямом эфире нас смотрят наши братья и сестры из других стран, поздравить их и поздравить нашу Церковь с этим праздником. Христос воскрес! Присаживайтесь, пожалуйста. Смерть Иисуса Христа и Его славное воскресение являются фундаментальными истинами, на которых строится наша духовная жизнь, строится наше настоящее, наше будущее. Вопросы нашего спасения, вопросы нашей веры, вопросы нашей смерти, перехода в вечность напрямую связаны с этими фундаментальными истинами, с этими событиями, которые невозможно забыть. И так получилось, что сегодня в нашей Церкви это событие, это праздник. Праздник, когда мы вспоминаем страдания нашего Иисуса Христа и Его заместительную жертву и смерть. Эти два события, их можно совместить вместе, потому что без смерти Иисуса Христа, без Его страданий, воскресения не было, не было бы никакой надежды на будущее. Желание моего сердца для размышления. Предлагаю прочитать текст Писания, который записан в Первом послании Коринфянам. Я, если у вас есть Библия, предлагаю вам открыть вашу Библию. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 2 стиха, 22 и 23 стих. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 22 и 23 стих. Итак, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его. Тема моей проповеди в это утро называется «Торжество воскресения». Я хотел бы совместить, братья и сестры, вот это событие, событие, которое мы сегодня с вами размышляем, страдания Иисуса Христа, и торжество, которое сегодня миллионы христиан во всем мире отмечает, воскресение Иисуса Христа. И в этой проповеди мы рассмотрим с вами три важных библейских истины. Первое – смерть в Адаме. Вторая мысль в моей проповеди «Жизнь во Христе». И третье – воскресение из мертвых верующих. Три мысли, которые мы сегодня будем с вами размышлять. Итак, первая мысль – смерть в Адаме. Когда мы слышим слово, имя Адам, братья и сестры, что мы представляем, кого мы представляем? В нашем воображении представлена та удивительная первая личность, сотворенная Богом, неправда? Потрясающая личность, совершенная личность, без всякого недостатка, без греха. Его разум, его интеллект был наполнен удивительной мудростью, полнотой мудрости. Настолько это было возможно, Господь вложил в свое творение самое лучшее, самое прекрасное. Этот человек, Адам, он был недостатка. Прежде всего, и характеризовало то, что он не имел греха. Он был невинный, и он не имел греха. До грехопадения я имею в виду личность Адаме. Но когда мы сегодня рассматриваем и говорим, а кто же такой Адам, и что мы имеем в Адаме, то пред нашим взором представлена долгая история человечества с ужасными последствиями, с катастрофой. Разрушение, смерть, болезни, страдания, войны, катаклизмы, перечень можно перечитывать и продолжать до бесконечности, не правда ли? И самое страшное, что мы видим, в Адаме пришла смерть. И к этой смерти подвержены абсолютно все, потому что апостол Павел говорит, в Адаме все умирает. Вы знаете, говоря о таком явлении, как смерть, физическая смерть, мне хотелось бы обратить внимание, что в нашем современной жизни, в современном обществе, благодаря вот той информации, технологиям, когда, можно сказать, жизнь можно смотреть в прямом эфире, когда смерть многих людей становится достоянием буквально мгновения, если что-то происходит, какие-то катаклизмы, какие-то катастрофы, это становится на первых новостных лентах, и люди узнают. Братья и сестры, я обратил внимание, что люди привыкли к смерти. Может, привыкают, уже не настолько, знаете, она взбудораживает нашу совесть, нашу сердце, наши мысли. Люди гибнут, люди погибли. Каким-то образом я говорю о человечестве в целом, не о верующих людях. Дай Бог, чтобы наше сердце никогда не должно привыкнуть к смерти любого человека. Вы знаете, я хотел бы привести просто пример из своего детства, раннего детства, когда я впервые реально столкнулся, что такое физическая смерть. Дети, маленькие дети, мне было около 9-10 лет, не больше, наверное, но дети по-особому воспринимают, наверное. Я родился в деревне и прожил до 11 лет в деревне. И я помню, когда я впервые увидел умершего человека. Вы знаете, особое потрясение было связано с тем, что я хорошо знал этого мальчика. Он был немножко старше меня на несколько лет, звали его Сережа. Мы вместе играли в футбол, вместе играли, проводили. В деревне было очень много детей. Мы хорошо знали друг друга, и мы всегда играли вместе. И вы знаете, этот Сережа, он заболел, заболел тяжелой болезнью, раком. Врачи не успели его спасти, не могли и в тех условиях, знаете, когда медицина была очень-очень на низком уровне, он умер. Ему было, может быть, где-то 13-14 лет, но несколько лет старше. Я помню, как мы все пришли, его друзья, дети пришли в дом. Пришло все село, вся деревня собралась. Потрясение было страшное. Я помню рыдающую маму, безотешного отца. Родственники собрались, и тело неподвижного, еще ребенка. И мы несколько времени, короткого назад, играли вместе, и я видел перед собой умершего человека. Я вернулся домой, и у меня было много вопросов к моим родителям. А что такое смерть? А что происходит с человеком? Ну, поскольку мы родились в верующей семье, мама с папой, как могли, мне, как ребенку, объяснить, а что такое смерть, о бессмертии, о вечности, о душе. Но тогда оно меня произвело огромное впечатление. Друзья, почему я привожу этот пример из своей личной жизни, своего как бы опыта, познания о смерти, хотя бы визуального, со стороны, глядя на умершего ребенка. Потому что, несмотря на то, что мы можем с вами в реальном времени, технологии позволяют нам наблюдать о смерти человека. Вы знаете, братья и сестры, что сейчас, когда мы сидим в доме молитвы, умирают люди. И в течение одной минуты, сегодня существует даже такая программа, если мы зайдем в Google, поисковую систему, будет указано этот мир, и даже указаны в виде вот таких красных, как бы мигающих огоньков, смерть людей. Как вы думаете, сколько за минуту умирает людей? Как вы думаете, братья и сестры, за минуту сколько умирает людей? Около 108 человек. Приблизительно. Около 108 человек за одну минуту умирает во всем мире. Приблизительно, друзья. К смерти невозможно привыкнуть. Смерть – это величайшее зло. О, сейчас кто-то умирает. Сейчас кто-то узнал о смерти своего ребенка, своей матери, своего отца. Сейчас кто-то стоит, прощается с своим родными и близким, друзья. Сегодня тела сотни тысяч солдат лежат на поле боя, никто не может забрать и похоронить. Идет война. Смерть стала настолько реальной, и где-то люди уже к этому привыкают. Но к смерти невозможно привыкнуть. Смерть невозможно остановить, смерть невозможно оправдать. Со смертью невозможно договориться, потому что она враг каждого человека. И от смерти невозможно убежать. Она придет к каждому человеку. Личную, физическую смерть предстоит пережить и нам с вами. Братья и сестры. Если мы доживем, возможно, до событий, когда Господь придет. И, возможно, Господь явит милость, и мы сможем пережить другое чудо. Это восхищение от церкви. Глядя на эти события, которые происходят сегодня в нашем мире, когда смерть, знаете, как будто набирает обороты. Вот согласно эскатологии и священного Писания, мы видим, что приближением Дня Господня события в мире будут только ухудшаться. Войны, катаклизмы, бедствия. Вот этот конь или всадник, который вышел, помните, на рыжий, на коне, он уносит миллионы и миллионы людей сегодня. И это ужасно. И когда мы говорим о смерти, то возникает вопрос, неужели все так плохо? Неужели вот эта катастрофа в Адаме не имеет никакой разрешения, никакой надежды? Я хочу сказать сегодня, что есть надежда. Я хочу сказать, что, когда мы говорим о смерти, судьба миллионов людей разрешилась благодаря двум личностям. Судьба миллионов и миллиардов людей, по сути дела, находилась в руках двух личностей. Имя первому человеку – это Адаму, который стал родоначальником всего человечества. И второй личности – конечно же, это Иисус Христос, который стал спасителем всего рода человеческого. Мне кажется, что мы не так часто задумываемся и говорим о первом человеке Адама, Адаме, о его роли в нашей личной жизни. Разве что вспоминаем, когда мы говорим о творении, о сотворении первого человека и его грехопадения. Я не хотел бы в этот день подробно останавливаться, возвращаться снова к личности Адама, но я глубоко убежден, что мы никогда полностью не поймем всю глубину и счастье нашего спасения во Христе Иисусе, пока не осознаем нашего трагического положения в Адаме. Братья и сестры, еще раз подчеркну, мы никогда не осознаем всю красоту, счастье, блаженство нашего положения во Христе, пока мы не увидим глубину нашего падения в Адаме. 22 стих, пожалуйста, если у вас Библия открыта, у нас будет только два стиха сегодня, на которых мы обратим внимание. Еще раз, пожалуйста, обратите внимание, в 22 стихе этот стих показывает полную противоположность этих двух состояний личности Адам и Христос. в Адаме все умирают, во Христе все оживут, обратите внимание, две полной противоположности. Итак, мы читаем, в Адаме все умирают. Какой страшный приговор, не правда ли? Кто бы ни был человек, какой бы добрый он ни был, воспитанный, богатый, образованный, какой властью бы человек не обладал, он обречен, он обречен на физическую смерть. И не только физическую, но самое страшное, что человек рождается в этот мир духовно мертвым человеком, разделенным с Богом навеки и навсегда. Рожженные водами, мы рождаемся этими духовными мертвецами с греховной природой, склонностью ко греху, братья и сестры, мы сотканы с греха, если мы говорим о нашей ветхой греховной природе. Друзья, ничто не может изменить ее. Невозможно приукрасить. Религия – это страшная вещь. Что она делает? Религия пытается приукрасить ветхого человека. Религия пытается немножко облагородить ветхого человека. Религия пытается придать человеку, знаете, такой вот, ну, более христианский вид. И мы сегодня видим, друзья, но там, внутри нашего ветхой природы, есть одно слово, как печать, приговор, смерть. Смерть, которая пропитана все наши сферы нашей жизни. Помните, Давид, когда дошло до него, когда он увидел, и Дух Святой, он говорит, Господи, во грехах я родился, во грехе родила меня мать моя, от темени головы до подошвы ног. Нет ничего доброго. Какое ужасное положение. Почему так произошло? Кто был виновником этой трагедии? Послание Римлянам, если можно, братья и сестры, откроете вашу Библию, а братья нам помогут. 5 глава, 12 стих. Апостол Павел дает очень важный текст, который поможет нам ответить на эти вопросы. Почему так произошло? Итак, послание Римлянам, 5 глава, 12 стих. Посему, как одним человеком, грех вошел в мир. Грехом смерть. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. В этом стихе Павел предлагает три коротких мысли, почему в Адаме все люди приговорены к смерти. Три коротких мысли в этом стихе, 12. Первое. Павел говорит, это была личная трагедия Адама. Это было личное решение Адама. Это была личная ответственность, соответственно, Адама. Одним человеком, друзья, грех вошел в мир. Второе, это очень важно, о чем говорит этот стих, это то, что Адам стал как бы той дверью, через которую грех вошел в этот мир. Третье. Смерть перешла во всех человеках посредством этого Адама, который стал этой, скажем, образно говоря, дверью, через которую грех вошел и перешел во всех человеках, потому что в нем все согрешили. Как известно, в мире существует очень много болезней, которые распространяются через контакты друг с другом, не правда ли? И мы живем в мире, в котором много всяких инфекций, много болезней, бактерий, которые могут распространяться с огромной скоростью, поражая все новые и новых людей. Друзья мои, грех страшнее любой страшной болезни. Он поражает человека еще в утробе матери. Человек рождается с греховным ДНК, пораженным во всех сферах его личностью, поэтому каждый человек связан с Адамом, с самыми сильными узами родства, которые называются одним словом смертью. С Адамом мы связаны с самыми сильными узами родства, которые называются одним словом смертью. Так, в Адаме мы получили человеческий образ, как творение Божие. Мы рождаемся личностями, способными мыслить, творить, принимать решения, говорить, общаться и многое другое, то, что не имеет другие виды творения, сотворенные нашим Творцом. Но на каждом из этих достоинств, которые мы имеем, братья и сестры, стоит печать греха и смерти. И в этом катастрофическом положении нас может спасти только одна личность, это Христос. И об этом тоже говорит 22 стих. Как в Адаме все умирают, как мы увидели. Во Христе что может произойти? Все оживут. Обращаю внимание ваше на слово «все». И в первом случае, во втором, в Адаме все. Без исключения. Исключение составляет только одна личность – Христос. А вот во Христе стоит слово тоже «все стоят». Что происходит? Оживут. Давайте порассуждаем. Это будет вторая мысль моей проповеди. Жизнь во Христе. Интересно, Павел использует слово здесь «оживут». Если можно, откройте нам этот 22 стих, пусть он будет. 22 стих. «Во Христе все оживут». Его используют слово только тогда, когда оживают из мертвых. Говорят, ожил человек благодаря сверхъестественной вмешательстве. Если говорить на человеческом языке, возможно, там где-то медицина, говорят, практически был мертв, но вот ожил. Но мы понимаем, что смерть, когда пережил человек, только сверхъестественное вмешательство Божье может вернуть человека к жизни. Как оживут и когда оживут? Это тоже очень важный момент, не правда ли, говоря о духовном воскресении? Когда мы смотрим всю 15 главу, братья и сестры, как бы мы ее назвали, всю 15 главу 1 послания к Коринфянам? Весть о воскресении, не правда ли? Павел посвятил всю главу вести о воскресении. Он приводит доказательства, он убеждает, он говорит о воскрешенном Иисусе Христе. Вся глава посвящена большой теме воскресения Христа и воскресению Христовых. И чтобы это событие произошло в жизни человека, должно что-то произойти очень важное. Должно быть вмешательство в жизни человека до того, как он еще физически умер. Мы говорим о духовном воскресении. И в этом стихе Павел использует слово, обратите внимание, «во Христе живут». Не сами по себе, без Христа нет, а они во Христе оживут. Речь идет о какой-то все-таки глубокой связи, о новых отношениях, благодаря которому мы можем быть во Христе. Как мы уже сегодня говорили, на жизнь всего человечества повлияли две личности. И Адам, через которого пришла смерть, разрушение, грех и горе. И Христос. Адам передал нам смерть, что Христос нам принес, что Христос передал. Римлянам 5 глава 18 стих, если можно, откройте, пожалуйста, Римлянам 5 глава 18 стих, «Посему как преступлением одного всем человеком осуждения, так правдою правильно читать, праведностью, так праведностью одного, всем человеком оправдание к жизни». Как известно, через воплощение Христос стал Сыном Человеческим. Это очень важно. Давайте кратко посмотрим, как это произошло. Оправдание. Оживотворился Христом. Давайте посмотрим. Важно понимать, через воплощение Иисус Христос стал Сыном Человеческим. Через Его человеческую природу Он соединился с нами, братья и сестры. Он соединился с родом человеческим. Он стал Сыном Человеческим. На Голговском кресте, что произошло очень важно, удивительным, непостижимым для нашего ума, разума, Он стал представителем рода человеческого, всех потомков Адама. Он имел на это юридическое, полное, обоснованное право. Почему? Кто обвинил Христа во грехе? Никто. Ни один. Не было ни единого, ни на каком уровне, под самым мельчайшим микроскопом. Невозможно было духовным увидеть какого-то малейшего греха. Поэтому Он согласился. Он имел право висеть на Голговском кресте как заместитель, как Сын Человеческий и как Сын Божий абсолютно безгрешен в глазах праведного Бога. Он имел юридическое право взять на себя всю нашу вину, все грехи беззакония. И как Сын Человеческий Он стал последним Адамом. Это очень интересно. Когда мы говорим об Адаме, обратите внимание, Павел тоже использует по отношению к Иисусу Христу, но только называет его последний Адам. 1 Коринфянам 15 глава 45 стих. Откройте, пожалуйста, этот текст. 1 Коринфянам 15 глава 45 стих. Так и написано. Первый человек Адам стал душою живущей, а последний Адам есть Духшего творящий. Как имя ему? Господь с неба. Христос наш, братья и сестры, последний Адам. И наша связь со Христом стала такой же реальной, как и связь с земным Адамом. Христос стал Сыном Человеческим. Христос стал заместителем и полномочным представителем всего рода человеческого. И для того, чтобы остановить этот необратимый процесс и страшные последствия греха и смерти, и дать возможность людям иметь надежду на спасение, Христос Свою смертью искупил. Все человечество заплатил цену за каждого человека, за каждый грех. Божья любовь уплатила выкуп Божьей справедливости. Божья любовь уплатила выкуп Божьей справедливости. И с этого времени каждый человек, обратите внимание, потенциально провозглашен свободным, безгрешным, имеющий право на спасение и жизнь вечную. Вы скажите, как? Да. Бог провозгласил в Иисусе Христе манифест, что каждый человек, который родился на этой земле когда-либо, в любое историческое время, потенциально объявлен свободен, безгрешным, имеющий полное право на спасение. Как? Что Бог всех просто просил и пригласил в Царство Божие? Нет. У Бога есть порядок. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, верующий в Сына Божий, братья и сестры, Бог имеет дело с каждым в отдельности человеком. Бог дает право каждому человеку обрести это спасение. праведностью одного обратите внимание всем человекам продания к жизни. Посмотрите, как велика Божья любовь, братья и сестры. Посмотрите, как велика Божья любовь, когда будет суд белого престола, и люди предстанут пред престолом, и будут открыты книги, и книга жизни. Я верю, что в этой книге жизни образно говоря, будут пропущены определенные страницы или строчки. И Господь скажет, здесь должно быть ваше имя. Здесь могло быть вписано ваше имя. Божья любовь безгранична, братья и сестры. Он сегодня приглашает каждого человека получить этот дар прощения. Бог открыл двери темницы, объявил свободу всем узникам, приговоренным к пожизненному заключению. Бог не ограничивает место в Царстве Божьем. Он сегодня приглашает прийти всей. Помните всех, помните в своей притче Иисус Христос говорил о Царе, который сделал званный ужин. А званные что сделали? Отклонили. Званные не были достойны. Званные нашли причину не прийти на этот ужин. Интересно действия этого господина, этого царя. Он посылает своим слугам и говорит, пойдите скорее по улицам, переулкам, города, приведите нищих, увечных, хромых, слепых. Помните эту притчу? И на этом, когда они выполнили, господин, мы выполнили твое поручение, еще есть место. Знаете, что он говорит? Продолжайте, пойдите снова. Он изгородям, убедите прийти, чтобы наполнился дом мой, братья и сестры. Вот оно, Евангелие. Вот эта евангельская весть, вот она, полное Евангелие и показывает Божью любовь и Божью благодать. Как в Адаме умирает, все умирают, во Христе все живут. Послушайте, как звучит этот стих в другом переводе. И так же, как связанные происхождением с Адамом, все умирают. Связанные верой со Христом, все будут оживотворены, братья и сестры. Не правда ли, раскрывает глубже этот стих. Связанные со Христом верою, все будут оживотворены. Никто на Белом суде Белого престола не сможет придавить Богу претензию, или сказать в несправедливости, в том, что его Господь как-то обошел. Как это возможно, как это происходит оживотворение со Христом? Смерть теряет силу и власть над теми, кто верою принимает Иисуса Христа в свое сердце. Верою получает его праведность. Происходит чудо воскресения мертвого в Адаме грешника через рождение свыше, братья и сестры. Человек обращается к Господу в молитве покаяния. Человек признает господство Христа, признает свою греховность, признает милость от Бога и желание. И происходит чудо возрождения. Эта возможность предоставлена всем, каждому человеку. В число все включены все потомки Адама. как преступлением одного человека осуждения, так праведностью одного всем человеком оправдания к жизни. Мы прочитали Римлянам 5 глава 18 стих. Еще один пункт нашей проповеди, одна мысль из моей проповеди. Воскресение из мертвых верующих. Воскресение из мертвых верующих. 23 стих 15 главы. Откройте, пожалуйста. В стихах, которые мы сегодня рассматриваем, если взять немножко контекст этой главы, 15 первое послание Коринфянам, 23 стих, братья, откройте, спасибо. Если Библия открыта, и вы смотрите вот с 20 стиха и ниже немножко, мы видим, как апостол Павел посвятил буквально несколько стихов, чтобы показать всю историю искупления, весь замысел Божий, интересно, начиная от Адама и заканчивая ее торжеством Царства Христа. В 25 стихе интересно стоит следующий текст. Ему надлежит царствовать, как в 25 стихе. Ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои. Вот буквально несколько стихов Павел как бы кратко охватывает весь план искупления. Но мы касаемся только 23 сейчас стиха. Мы уже рассмотрели с вами две важные истины. Смерть в Адаме и спасения в Иисусе Христе. И в 23 стихе Павел говорит об очень важном событии, очень важном. Это воскресение Христа и воскресение верующих. Это очень важно. Кто-то сказал такую фразу, что мы живем в пасхальное время. Это время начинается с воскресения Искупителя и кончается воскресением Искупленных. Между этими двумя событиями находится духовное, происходит духовное воскресение тех, кто призван к жизни через Христа. Поэтому пасхальное событие никогда не заканчивается, братья и сестры. Мы всегда должны вспоминать, поздравлять и говорить об этих удивительном событии. Происходит «Начало положил первенец Христос, братья и сестры». Об этом мы говорим. И Библия очень ясно изложила все истины о воскресении Христа и воскресении верующих. И Павел использует интересное слово. 23 стих, обратите внимание, «Каждый в своем что? Порядке». Правда красивое слово? Порядок. Воскресение это не что-то хаотичное, не что-то какое-то беспорядочное, случайное, или, знаете, вот так что-то произошло, но воскресение это удивительное событие, которое находится в абсолютном контроле Бога. У Бога ничего не происходит хаотично, у Него все происходит в определенном порядке. Сначала первенец Христос, потом Христовый, когда, подчеркивает Павел, в пришествии Его. Он Бог порядка и устройства. Бог контролирует каждое движение всего мира, всех законов, всех событий, всех процессов, каждой живой клеточки, мельчайших атомов. Братья и сёстры, Бога всё под контролем. Тем более такое событие, как воскресение из мёртвых. И Бог отдаёт первенство в этом порядке кому? Христу. Первенец Христос. Почему он назван первенцем в этом порядке воскресения? Почему Христос назван первенцем в этом порядке воскресения? Интересно, что мы используем, если смотреть только в 15 главе и другие, мы встречаем пять раз, когда Христа называют апостол Павел первенцем. В 20 стихе первенец из мёртвых, из умерших. В 23 стихе он первенец из оживших. В послании Колоссе нам в 1 главе в 18 стихе написано следующее. Он есть глава тела церкви, он начаток, он первенец из мёртвых, дабы иметь ему во всём первенство. Вот видите, как апостол Павел подчёркивает роль Иисуса Христа, первенство принадлежит ему. Прежде всего первенство Христа связано с Его воскресением из мёртвых. То есть первым из многих, кому предстоит также пережить воскресение, когда он обращается к смерти Христа. Воскресение Христа не могло произойти в изоляции, друзья, от нашего воскресения. Его воскресение – это наше воскресение в будущем. Воскресение Христа как первенца – это воскресение навеки, друзья. Помните, в Священном Писании есть некоторые события, которые говорят о том, что были люди, которые умерли, а затем воскресли. Есть в Ветхом Завете несколько событий и в Новом Завете. Один из них, известная личность Лазарь. Лазарь воскресил сам Христос, но что произошло в жизни Лазаря в конце его жизни, когда пришло время? Он снова умер, друзья. Вот в отличие от этих людей Христос был первым, кто воскрес для того, чтобы никогда больше не умирать. Через Христа как через первенца придет воскресение мертвых. В точности так же, как через Адама первого человека пришла смерть. И Павел говорит об этом в 23 стихе. Интересно отметить, друзья, что человеческая природа Христа неразрывно связана с Его воскресением и с нашим воскресением, друзья. Человеческая природа Христа неразрывно связана с Его воскресением и нашим воскресением. Христос воскрес в новом теле этом, в теле, в котором Он покинул эту землю, в теле, в котором Он будет встречать свою церковь, братья и сестры. Поэтому очень важно нам видеть вот эту связь между воскресением Иисуса Христа и нашим с вами лично воскресением. Итак, Божий порядок сохраняется. Первенец Христос уже воскрес. И следующее событие, которое должно произойти, это воскресение верующих во Христа. Павел их называет еще Христовы. Когда это произойдет? И когда это произойдет? Это очень важный вопрос. И Павел же в этом 23 стихе называет это время, в пришествии Его. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, Он воскрес уже. Потом Христовы. Когда конкретно есть время, которое Павел говорит, события в пришествии Его. Поскольку вопрос пришествия Христа связан со многими событиями, которые будут происходить в этом мире, я очень кратко хочу обратить внимание на события, которые имеют прямое отношение к нашей теме, воскресению мертвых. Прежде всего, нужно отметить, что пришествие Христа будет иметь две фазы. Это очень важно. Много дискуссий, много есть предположений, рассуждений о времени прихода Христа, какие события будут сопровождать. Но Библия очень говорит, что пришествие Иисуса Христа будет иметь две фазы, которые четко надо разграничить. Первое. Пришествие Христа это на воздухе. Библия говорит, если можно брать, откройте, пожалуйста, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16-17 стих. Я только просто обновить в вашей памяти. Помните этот текст? Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба. Затем что происходит? Мертвые во Христе воскреснут прежде. Что происходит с теми, которые живые будут? 17 стих. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретим и Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Это называется пришествие Христа на воздухе, восхищение церкви. Второе пришествие Христа использует апостол Павел несколько другие тексты. Он говорит Христа на землю, когда он придет, для определенной событий. Захарии, 14 глава, 4 стих, если можно, 14 глава, 4 стих, книга пророка Захарии, 4 стих, где он говорит, что и станут ноги его в тот день, помните, на горе Елеонской. Он придет вовремя в определенный период для спасения своего народа израильского. В особое время, друзья. Какая цель пришествия на воздухе, мы уже говорили, это воскресение мертвых верующих во Христе. И вторая, взять избранных, восхищенные, восхищение церкви. И третья причина, забирает Господь своих, куда на воздухе, и судилище Христова. Он забирает церковь свою, судилище Христова. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. А второй, в который момент, обратили внимание, цель пришествия Христа на землю, первое, мы говорим, это будет в мгновение ока, невидимое событие. Но второе пришествие, друзья, оно касается всей сферы земли, в первую очередь, израильского народа и языческого мира. Есть 4 причины. Это судить зверя, лжепророка и их воинство. За не менее времени я не буду называть тексты Священного Писания, они есть. Вторая причина, Господь связывает сатану на тысячу лет. Третья причина, это спасение Израиля. И четвертая причина, это судить народы. И Библия об этом тоже ясно говорит. Это что касается пришествия Господа. Еще один важный момент, сколько будет воскресений из мертвых? Сколько будет воскресений из мертвых? Библия говорит два. Первое воскресение, при первом приходе Христа за своей церковью, мы уже смотрели этот текст, 1 Фессалоникий, Иисам 4,16, «Мертвые во Христе воскреснут прежде». Это первое воскресение. Второе воскресение, это воскресение осуждения. Когда это произойдет, воскресение осуждения? Кто будет участвовать в этом воскресении осуждения? Книга Откровений, Откровение, 20 глава, 13 стих написано так. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Вам знакомы, братья и сестры, эти тексты? Мы понимаем, что речь идет о суде Белого Пресола. А вот тогда те, которые не были и участвовали в воскресении первом, в приходе Иисуса Христа своей церковью, они снова будут воскрешены, да, они будут воскрешены для суда над ними. Друзья, мы ожидаем пришествия нашего Господа, потому что с этими событиями мы ожидаем величайшего чуда воскресения миллионов людей в одно время. Можем себе представить, что это произойдет, братья и сестры? Вот представьте себе, сколько детей Божьих, верующих людей ушли к Господу. Когда поднимутся из своих могил миллионы, миллиарды людей, которые жили на этой земле, которые умерли в вере и ожидали воскресения. Это будет воскресение жизни, друзья. Это будет какая-то особая жатва духовная, когда во мгновение ока при последней трубе ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными. Новые тела будут вечными, нетленными, совершенными. Новые тела будут обладать величием и славой, которой Господь их наделит. Говоря о воскресении верующих, очень важно отметить очень важную деталь. Вы знаете, я задумывался, Господи, почему так немного вроде бы все сложно? Ведь смотрите, если верующий человек умирает, и душа его, тело остается прах, ты в прах возвратишься, душу Господь забирает куда? к себе, Господи, почему бы не дать ему новое тело там, вечности? Может быть, когда Господь хочет забрать свою церковь, на небесах верующие, спасенные люди, они получают новые тела и встречаются, друзья. Но, Господа, обратите внимание, слово «порядок» в своем порядке. У Бога есть определенный закон, здесь есть определенные причины, друзья, и почему. Причина заключается в следующем. Как мы уже говорили об Иисусе Христе, Христос, чтобы стать нашим спасителем и Господом, стать первенцем, братья и сестры, ему пришлось пройти этот трудный путь. Будучи Богом, будучи святым, находясь на небесах, он оставляет небеса, приходит на эту землю, принимает наше с вами тело, человеческое, земное тело, становится сыном человеческим, испытывая все переживания, недуки, болезни, немощи, страдания и смерть, друзья. Господь прошел этот путь. И если Христос, первенец, прошел этот путь смерти и воскресения, то и Христовы тоже должны пройти этот путь смерти и воскресения. И когда апостол Павел говорит о воскресении мертвых и воскресении церкви, он подчеркивает самый важный факт этого события. Я хотел, чтобы он остался в нашем сердце, в нашей молитве благодарности, братья и сестры. Воскресением мертвых, если говорить человеческим языком, будет командовать, управлять, стоять во голове, братья и сестры, никто иной, как сам Христос. Это не будет какое-то хаотичное, непонятное, друзья. Удивительные слова «пригласи архангела!» Трубе Божьей, братья и сестры, что-то произойдет. Миллиарды могил откроются. Мертвые во Христе, которые на небесах, они мгновение пройдут этот процесс мгновенный. Они возвратятся, чтобы воскреснуть. Но воскреснуть в новом теле. И Господь пригласит на это облако, братья и сестры, где будут ожидать уже люди спасенные. Если Господь позволит нам, мы не знаем, сколько нам жить на земле, дай Бог, чтобы мы были вот этими, знаете, готовыми к изменению, к изменению нашего тела живыми на земле. «Изменимся», написано, вдруг во мгновение ока, а мы изменимся. Пусть Господь нас благословит, друзья, кто принял Его условия спасения, кто принял Его благодать, кто веру и принял Его прощение. А для тех, кто еще не принял, для тех, чье имя еще не записано в книге жизни, друзья, сегодня, знаете, Господь провозгласил свой манифест, свое приглашение. «Придите, ибо все уже готово». Придите, ибо все уже сделано для спасения. Примите верою дар жизни вечной. Итак, апостол Павел говорит об этих событиях, он использует удивительное слово. Утешайте друг друга этими словами. Утешайте друг друга этими словами. Как бы ни развивались события на этой дне земли, что нас не будет ожидать завтра, мы не знаем, друзья. У нас есть величайшее утешение. Есть первенец, который воскрес из мертвых. И есть слово его, которое дает нам утешение, что нас с вами ожидает самое лучшее. воскресение из мертвых либо изменение, мгновенное преображение при пришествии нашего Господа за церковь. Итак, будем благодарить Господа за его смерть и воскресение. Аминь. Я приглашаю к молитве. к молитве.